Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады вас приветствовать на нашем уроке. Давайте помолимся перед началом обучения. Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде сын и вся исполняй, закроющий благих и жизнеподателю. Приди и вселися вны, и очисти вновь всякие скверны, и спаси, блажа души наши. Сегодня мы с вами, ребята, изучим тему «Исцеление сына царедворца». Как помним, ребята, первое своё чудо Господь совершил в городе Канна-Галилейская по дороге к Капернаум. Господь превратил воду в вино. Об этом узнали многие жители окрестных городов. Также об этом узнал один человек, сын которого находился при смерти, был очень серьёзно болен. Тогда он поспешил в Канну-Галилейскую, Господу, для того, чтобы просить, чтобы он исцелил его сына. Когда он пришёл к Господу, конечно, он изложил свою просьбу. Однако Господь сказал ему следующие слова. «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Но на это царедворец ещё больше удвоил свою просьбу. Это говорило о его вере, о том, что он не отступит и верует, что Господь может сотворить с его сыном чудо. Господь, конечно, милосердный, ребята. И он действительно сотворил чудо. Он сказал царедворцу, «Иди, сын твой жив есть». Слуги. Конечно же, он находился возле Господа тогда, царедворец, а сын его находился в другом городе. Возле него тогда были присутствующими слуги. И они увидели мгновенное исцеление этого парня. В одно мгновение горячка прекратилась, и он выздоровел. Они поспешили направить слугу к своему господину с хорошим известием о том, что его сын выздоровел. Именно выздоровление, ребята, произошло тогда, когда Господь сказал слова, «Сын твой здоров». После этого уверовал весь двор царедворца и также многие люди, которые услышали об этом в окрестностях. В рамках изучения Священного Писания Нового Завета мы сегодня также рассмотрим с вами, ребята, евангельское событие, которое называется «Исцеление расслабленного приопчей купели». Об этом нам повествует апостол-евангелист Иоанн. Когда Господь из Галилеи пришел на один из праздников в Иерусалим, Он должен был попасть в храм через врата. Таких врат было не одни и не два, а множество. Одним из этих врат носили название «Овчьи врата». Эти врата выглядели как крытые галереи. Такое небольшое, ребята, здание. «Овчьи врата» они носили название, потому что именно недалеко от них находился рынок, на котором продавали жертвенных животных. И через эти «Овчьи врата» жертвенных животных загоняли во двор храма. И вот Господь, войдя через эти врата, остановился в одном из портиков этой крытой галереи. Здесь, ребята, находилось множество больных людей. Вы не знаете, наверное, почему они здесь находились, но евангелист повествует, что эти люди находились в великом множестве здесь, потому что именно здесь была купель, вода которой исходила из целебного источника. Но свою целебную силу она проявляла не всё время, а только тогда, когда ангел Господень сходил и возмущал в купеле воду. Именно тогда проявлялась целебная сила. И тот, кто первый входил в воду этой купели, получал от Господа исцеление. В надежде на исцеление здесь находилось множество больных, парализованных, хромых, слепых, которые, конечно же, спешили первыми попасть в воду целебного источника. Среди этих людей также находился один человек. Евангелие его называют расслабленный. Что такое расслабленный, ребята? Это человек, который страдал болезнью паралича, то есть он не мог самостоятельно передвигаться. Этот человек этой болезнью страдал на протяжении 38 лет. Находясь здесь, он не оставлял веры в том, что помощь Божия к нему придёт. Он веровал в милосердие Божие. И вот, ребята, этот человек в надежде на милость Божию находился там, несмотря на то, что не было у него слуги или помощника, который поможет ему первым войти в воду источника. Когда Господь вошёл, он остановился именно у постели. Это место такое, ребята, такие носилки, где лежал этот человек. Господь, умилосердившись, обратился к нему. «Хочешь ли ты быть здоров?» На что человек ему ответил. «Так, Господи!» Тогда Господь сказал, «Встань, возьми одр свой, постель свою и иди». И тут же человек, который страдал 38 лет немощью, обездвижением своего тела, встал на свои ноги и даже смог взять в руки свою постель. Конечно же, этот человек отправился, неся в руках свою постель, в храм, для того, чтобы поблагодарить Господа. Господь Иисус Христос удалился и скрылся в народе. Когда иудеи, книжники, которые находились в храме, увидели человека, который в субботу, а это был субботний день, несёт свою постель, конечно же, они сказали, что он нарушает субботний покой. Почему он так делает? Тогда он сказал, что ему сказал нести свою постель человек, который имел силу и власть его исцелить. Кто это был, он не знал. И лишь войдя в храм, он увидел Господа, который обратился к нему с очень знаменательными словами. «Вот ты здоров, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». После этого он узнал в этом человеке, Господе нашим Иисусом Христе, своего Спасителя. Он без злого умысла поспешил к фарисеям, к книжникам сказать, что его исцелил Иисус Назарянин, тогда как они очень сильно разгневались на Господа, разгневались на Господа Иисуса Христа и искали возможности убить Его за то, что Господь нарушает покой субботы. За то, что, ребята, каждый человек верует Бога и не оставляет своих надежд и веры в исцеление от Господа, расслабленный был вознагражден Господом исцелением. Господь Иисус Христос удалился из Иерусалимского храма, продолжая учить и проповедовать иудейскому народу. Сегодняшний урок мы, ребята, продолжим также ещё одним евангельским событием. Называется оно «Исцеление Сухорукова в субботу». Однажды Господь вошёл в одну из синагогов городов Галилейских. Там же был человек, ребята, который страдал болезнью сухорукости, то есть рука его была обездвижена, парализована. Он её ничего не мог взять, ничего не мог ей не делать. И вот Господь, увидев этого больного человека, конечно, проявил свою милость и решил его исцелить. Он сказал, чтобы этот человек вышел на середину синагоги, чтобы все могли его видеть. Здесь же находились книжники и фарисеи, которые уже знали о том, что Господь совершает чудеса. Причём Господь совершает чудеса и в субботу, в День покоя, который очень строго соблюдали иудейские книжники. Зная мысли фарисеев и книжников, Господь обратился к ним следующими словами. «Должно ли в субботу делать добро или зло делать, душу спасти или погубить?» Фарисеи и книжники молчали, ничего не отвечая. Тогда Господь Иисус Христос продолжал. «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадёт в яму, не возьмёт её и не вытащит? Сколько же человек лучше овцы? И так можно в субботу делать добро!» В заключении своих слов Господь сказал больному протянуть свою руку на средине храма, и тот же был исцелён Господом. Этим исцелением Господь показал, что в его очах дела милосердия, братолюбия, любви, исполнения заповедей гораздо важнее, чем соблюдение субботнего покоя, которые книжники довели до того, что, ребята, они в субботний день считали шаги, чтобы не сделать лишних движений. Господь показал, что ради благочестия, благодеяния можно прерывать субботний покой. Сейчас мы, ребята, с вами вместо субботы празднуем воскресенье, как Малую Пасху. В этот день покоя мы все оставляем свои земные дела, но продолжаем совершать дела милосердия во славу Божию. Спаси Господи, ребята. До новых встреч. Помолимся по окончанию урока. Достойно есть, яковоистину, блажите Тя Богородицу, пресноблаженную пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую в сравнении Серафим, безесление Богослова Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. До встречи, Ангела-Хранителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова